С учетом эпидемиологической обстановки в правила проведения голосования по поправкам в Конституцию внесли изменения, чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусной инфекцией. Как известно, голосование продлится 7 дней. Это сделано для того, чтобы снизить число голосующих, одновременно находящихся на участке. Избирательные пункты открыты с 8 утра до 8 вечера, а для безопасности избирателей и членов комиссии закуплены средства индивидуальной защиты и обеспечена санитарная обработка участков. Перед открытием одного из них рано утром наша съемочная группа отправилась в школу номер 16 в Твери, где как раз проводилась дезинфекция. Наталья Чекет продолжит. Нынешнее голосование пройдет в условиях еще не завершившейся пандемии, что потребует применения соответствующих мер безопасности, чтобы на 100% обезопасить людей. Снаружи здания сотрудники МЧС одеты в специальную форму с масками и респираторами, вручную распыляли химический раствор на перилы, забор в одну группу и тротуар. С помощью специальных ранцев проводится дезинфекция ДЭС-средством Аламинол. Данное средство используется для обработки хирургических приборов, а также для обработки помещений больными туберкулезом. Внутри, где будет проходить непосредственно само голосование, специалисты также продезинфицировали все поверхности, с которыми люди могут иметь хоть какой-то контакт. Раствором обработали кабинки, мебель, оборудование и выход с участка. Все помещения, где расположены избирательные пункты, будут подвергаться дезинфекции дважды в день на протяжении всех семи дней голосования. Кроме того, на участках запланирована регулярная влажная уборка с дезинфицирующими растворами в течение дня. На каждом маршруте выставлено по два человека для обработки. Каждый день в 15.00 и после закрытия в 20.00, в выходные дни в 10.00 и в 14.00. После обработки ровно в 21 час участки будут опечатываться до следующего дня голосования. Продолжение следует...